Особливости физиологии – это патологии лимфоидного глоткого кельца в дитячем увите. Лимфоглоточное кольцо или кольцо пирогового вольдеера включает глоточную миндалину, аденоиды, две трубных, две нёбных, два боковых валика, язычную и гортанную миндалины, а также вкрапление лимфоидной ткани в слизистой оболочке глотки и гортани. Я коснусь очень сложных вопросов, потому что эмбриология, к сожалению, до сих пор продолжает изучаться нёбных миндалин. Я только хочу вам сообщить вещи, которые вы, наверное, знаете, хочу их напомнить, потому что они чаще всего теряются в нашей повседневной работе. Значит, головная кишка, глотка, в начале второго месяца гистации преобразуется в жаберную дугу с последующим формированием жаберных карманов, ну, выпячивание эктодермы так называемого. Из первого жаберного кармана формируется... А здесь света нету, да, чтобы точкой показать. Из первого жаберного кармана формируется нижняя челюсть, а из второго – углубление длинобных миндалин, танзелярный синус. Здесь я всё это склоняю к тому, что закладка миндаликового аппарата, она теснейшим образом в эмбриологии связана с развитием слуховой трубы, среднего уха, тимуса, щитовидные и парасщитовидных желёз. И эта зависимость продолжается всю жизнь. Более того, закладывается танзелярный аппарат там же, где закладываются наиболее важные органы любого человеческого организма. Ну, это чтобы уже было ясно там же, где закладывается сердце, лёгкие и сосуды. У двухмесячных эмбрионов уже можно определить эпителиальные выпячивания, а к третьему формируется лимфоидный орган одновременно с вилочковой железой, а в дыхательной трубке проявляется прообраз лимфоидного глоточного кольца и слепые мешки лакуны. Ну, я быстро уже перескакиваю, конечно, целые периоды эмбриологии. И к пятому месяцу определяются шаровидные скопления лимфоидной ткани с плохо дифференцирующимися криптами прообраз нёбных миндалин. От пятого до восьмого месяца увеличивается лимфоцитарный компонент, окончательно формируются крипты. Глоточная миндальна появляется на шестом месте в виде четырёх тонких складок слизистой оболочки в носоглотке. Но забегая наперёд, я вам хочу сказать, что в таком виде примерно и рождается любой плод. И вот эта складчатость, чаще всего из двух складок состоящая, она сопровождает ребёнка до конца первого года жизни. Я это говорю к тому, чтобы не спешили вы всегда вмешиваться хирургически на первом году жизни ребёнка. Даже если вы видите какие-то выпячивания, это не лимфоидная ткань. И не пытайтесь её удалить, потому что вы нарвётесь то ли на кровотечение, то ли на очень серьёзное осложнение. Ну, я уже сказал вам, что они недоразвиты, но лимфатическая ткань при рождении представляет небольшие шарообразные скопления лимфоцитов. Реактивные центры возникают на втором-третьем месяце жизни, а завершается их формирование к шестому-двенадцатому месяцу. Средние размеры нёбных миндалин у новорожденных составляют миллиметры, семь на четыре и на двенадцать. Они трудно определяемы. Но как бы там ни было, я хочу сейчас всё-таки вас отвлечь, может быть, и развлечь. Мы говорим лакуны, говорим крипты. Ну, я не буду зарывать вопросов, потому что зал разделится на две половины, может быть, равные. Это одно и то же или нет? Но я вам хочу сразу сказать, что, в принципе, современная литература разделяет лакуны и считает крипты окончательными, сформировавшимися частями лакун. Именно в криптах образуются лимфоциты. Они продуцируют те лимфоциты, которые работают по принципу Хоуминга. Но кто работает со стволовыми клетками, тот знает, что это принцип возвращения домой. Куда бы они ни ходили, эти лимфоциты, причём они, я думаю, что Василий Иванович оговорился, не по кровеносным сосудам, а по лимфатическим, проникают в органы уха, горла и носа. И никуда в другое место. Это очень интересный факт, потому что, ну, и мы не будем касаться тимуса, поскольку я не хочу, чтобы вы путались. То есть, крипты продуцируют лимфоциты, а эпителиальная выстилка лакун больше всего продуцирует казиоз. Признак раньше танзелита – это наличие казиозных пробок. Вот здесь надо ставить сразу перед собой задачу для себя и сказать, казиозная пробка – это же функция лакуны. Разве это патология? И здесь, конечно, если мы говорим о перерождении в жидкий гной и которым бывает наполнены миндалины, то это явный признак танзелита. И среди верующего или рекуррентного вам разницу рассказал Василий Иванович, я останавливаться не буду. Но факт этот сам по себе имеет практическое значение, потому что удаляя или радикально подходя к лечению танзелита, особенно в детском возрасте, вы лишаете органы очень важные, как дыхательные, как орган слуха, защиты лимфоцитов, вырабатываемых именно во входных воротах и дыхательного кольца, и глоточного кольца, и глоточных устьев слуховых труб. Поэтому весь мой доклад будет пронизан тем, что если делать операции, прибегать к ним, нужно по очень строгим показаниям. Часть из них Василий Иванович вам сообщил о количестве ангин, ну я продискутирую с ним именно в количественном плане, но на сегодняшний день, ну именно в американской литературе во всей, говорится, что судить о необходимости оперативного лечения можно только по количеству ангин или обострений танзелита. Но разницу я хронически не буду уже употреблять, потому что его в принципе не будет в 11 классификации и нету. Особенности детского возраста заключаются в том, что наибольшая гипертрофия лимфоидных образований глотки наблюдается у детей 4-7-летнего возраста. А общее увеличение объема миндалины как такового начинается в 2 года и заканчивается чаще всего 10 лет. Вот здесь медицина не математика, и здесь, когда прибоятся годы или месяцы, вы, конечно, должны относиться философски. Там есть плюс-минус, и очень много данных, которые существуют в литературе и пишутся как истинно последней инстанции, это неправда. И к этому нужно относиться критически. Меняется время, меняется среда нашего обитания, меняются в конечном итоге, накапливаемые веками уже генотипы наши с вами. Они уже не похожи на те, которые были в предыдущие века, и особенно на заре человечества, которое не имеет конкретных форм. Ну вот, здесь написано, что в детстве эпители и нёбных миндалин образуют систему разветвлённых крипт. Я ещё раз говорю, крипты – это не лакуны миндалин. Крипты – это окончание лакун. И это единственный анатомически оправданный орган, который действительно производит лимфоциты, о которых так хорошо рассказал сегодня Василий Иванович. Я вам специально делаю, потому что вы появились, я уже об этом говорил. Уклон. Ну вот, здесь есть новые понятия, там лимфоэпитолиальный симбиоз. Лимфоэпитолиальный симбиоз. Вот когда мы говорим о физиологическом воспалении, снова этот термин очень оспаривается, глоточных миндалин, то мы забываем о том, что существует такой лимфоэпитолиальный симбиоз. Вот в предыдущем докладе ему было уделено много внимания, я останавливаться не буду, но вместе с тем лимфа и лимфоциты образуются в криптах лакун миндалин. Ещё раз говорю, это не одно и то же. Хотя и там, и там существует эпитолиальная выставка. Ну, об этом вы слышали, я не буду на этом задерживаться. Ну, вот здесь, моей точки зрения, очень важный факт. Ставить диагноз тензелита, основываясь только на осмотре миндалин, нельзя, поскольку эта картина врачом может быть воспринята как воспаление ангина. Естественно, назначено лечение. Речь идёт о годовалом ребёнке. Я ещё раз говорю, будьте очень осторожны, потому что миндалина начинает формироваться к году. И вы можете оперировать то, что называется складками или канцелярной ямкой. КОНЦЕВАЛЬНЫЙ КОНЦЕВАЛЬНЫЙ